Национальный чемпионат WorldSkills недавно прошел в Южно-Сахалинске. Чувашию представляли 12 профессионалов. По возвращению в Чебоксары чемпионов пригласил к себе на встречу глава Чувашии. 7 медалей и 14 место в общекомандном засчете. Таковы результаты сборной Чувашии в национальном чемпионате WorldSkills. Будущие электрики, сварщики, автослесари, плотники, повара, флористы и кондитеры боролись за звание лучших в своем деле. Чувашию представляли 12 молодых профессионалов. Это достойный показатель, достойное место. Благодаря всем тем мастерам, педагогам, преподавателям, которые готовили вас. А вы как послушные, так скажем, студенты, ученики, подавались этим эмоциям, соответственно, и вам стало интересно. Не было бы интересно, вы, конечно, не достигли бы этих успехов. Вот этот интерес, у меня пожелание одно, никогда не должен пропадать. Василий Семенов получил бронзу в компетенции «Кирпичная кладка». Толщина швов и ровные ряды задания оценивалось по аккуратности и детальной точности. Кирпичный колодец Васе настолько понравился судье чемпионата, что тот подарил нашему участнику свою жилетку. Впечатления хорошие, повидал сахалин, работать было трудно, кирпичи были тяжелыми, были большие блоки. Капитенция промышленной автоматики в Чаловской республике была представлена впервые. И несмотря на то, что она была представлена впервые, благодаря базе Чебоксарского электромеханического колледжа, которая досталась благодаря движению молодых профессионалов «Орскилз», я смог подготовиться к финалу благодаря своему наставнику Захару Андрею Михайловичу и показать достойный результат. А результат Александра более чем достойный – золото в компетенции. После чемпионата Сашу тут же пригласили работать на завод «Экро» в отдел по проектированию различных устройств защиты. Участники все как один твердят, хороших результатов добились благодаря тренировкам и хорошей материально-технической базе. Много очень работы было проделано, прежде чем туда попасть. Я думаю, все, кто здесь из участников и из преподавателей находится, все это заслужили, потому что все усердно работали. Я думаю, у всех была хорошая материальная база, оборудование какое-то, все, кто здесь есть. Иначе бы мы не съездили на Сахалин выступать. У нас тоже была хорошая база для подготовки, очень хорошее оборудование. Я думаю, ни в одном регионе такого нет. Задание, оно все дальше усложняется и усложняется, и также нужно новое оборудование для подготовки. У большинства конкурентов они готовились не на настоящем оборудовании, а на виртуальном. А вот у нас было настоящее оборудование. Так что для нас это был большой плюс. Молодые профессионалы высказали пожелания и для дальнейшего развития движения WorldSkills в Чувашии. Компании, которые дают нам технологии, то есть их изобретают и продают в среду, это тоже самые наши спонсоры и партнеры. С ними нужно держать контакт и привлекать к себе внимание. Просить о том, чтобы они приезжали, делали семинары. Просить о том, чтобы они приезжали к участникам и не только, и даже студентам простым говорили, зачем и что нужно. То есть инструкция – это инструкция, а то, как дается от предприятия, организации в целом, это куда более дельные советы и есть в этом выигрышные позиции. В конце встречи глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил чемпионам и их тренерам денежные вознаграждения. Так, сертификат на 50 тысяч рублей за победу в компетенции промышленная автоматика получил Александр Мусатов. За серебро в направлении сетевое и системное администрирование Марков Никита получил 40 тысяч рублей. И по 30 тысяч получили бронзовые призеры компетенции «Конзитерское дело» и «Кирпичная кладка» Татьяна Грачева и Василий Семенов. Не остались без награды и наставники чемпионов. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.